Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпускаем. Преступление наказуемо Цахал задержал подозреваемых в убийстве американца. Следы в прошлое в Германии нашли фундамент Большой Синагоги, разрушенной в 1938 году. Укрепление дружественных связей. В Израиле состоялся 23-й съезд Всемирного конгресса бухарских евреев. Израильские военные задержали на западном берегу реки Иордан четырех человек, подозреваемых в убийстве американца Элана Ганеллиса. Спецоперация в лагере беженцев Акабад Джабар проводилась на основании точных разведданных, полученных от службы общей безопасности. Военные окружили здание, в котором находились разыскиваемые, пресекли попытку побега, открыв огонь. В ходе задержания было изъято оружие, принадлежавшее террористам. Напомню, что на днях в районе Рихона произошла серия вооруженных нападений. Группа неизвестных, двигаясь по шоссе, обстреляла несколько автомобилей. В результате один человек погиб. В Израиле выявили схему хищения денежных средств в сфере социального страхования, опустошившую государственную казну на десятки миллионов шекелей. Мошенники подделывали медицинские карты несовершеннолетних и заключения специалистов, дающие им право на получение пособия по инвалидности. Задержаны уже 20 подозреваемых. Правоохранители фиксировали действия их на протяжении нескольких месяцев, собрав весомую доказательную базу для обвинения. Отмечается, что реализация преступных планов стала возможна в связи с тем, что в ряде случаев несовершеннолетним не нужно проходить медицинскую комиссию для получения инвалидности. Достаточно предоставить справки специалистов, на основании которых комиссия заочно принимает решения. В немецком городе Гессен нашли фундамент Большой Синагоги, разрушенной во время Хрустальной Ночи. Она была построена в бомбританском стиле в эпоху экономического рассвета в 1865-1876 годах. В 1992-м ее расширили, так как община значительно увеличилась. В результате она могла вместить до 500 человек. После обнаружения фундамента в Гессене были проведены археологические раскопки. В ходе которых обнаружили следы пожара на кладке, частично расплавившиеся металлические предметы и фрагменты кожаных книжных переплетов. Они были переданы для реставрации и консервации. Напомню, что в результате еврейских погромов в Германии в 1938 году было разграблено, сожжено и разрушено более 250 синагог. Арбитражный комитет Википедии, призванный разрешать различные конфликты, связанные с работой интернет-энциклопедии, приступил к расследованию фактов искажения истории Холокоста в Польше в англоязычных статьях. Проверка инициирована на основании результатов исследования, в котором историки университетов Канады и США, проанализировав статьи, отметили, что в них преуменьшают польский антисемитизм, преувеличивают роль поляков в спасении евреев и внушают, что большинство евреев поддерживали коммунизм. Они не только привели десятки примеров искажений фактов ЛЭЭ, обнаружили механизмы, с помощью которых редакторам удавалось избегать наказания за дезинформацию. В национальном парке Тель-Лахиш обнаружили фрагмент керамики 2,5 тысячелетнего возраста. На нем была надпись «24 год правления Дария». Находка относится к периоду правления персидского царя Дария I отца Артатксеркса, упомянутого в свитке Эстер, который читает каждый праздник порем. Управление древности считает, что найденная надпись, скорее всего, представляла из себя административную отметку и своеобразный древний штрих-код, который фиксировал получение или доставку товаров в 498 году до н.э. Этот редкий артефакт свидетельствует о деятельности царской администрации в городе Лахиш в персидский период. В Иерусалиме состоялся 23-й съезд Всемирного конгресса бухарских евреев, на котором присутствовали 3000 делегатов со всего мира. В числе гостей оказались министры, депутаты КНЕСТО, видные общественные деятели. Репортаж из Израиля. Всемирный конгресс бухарских евреев возглавляет бизнесменами ценат Леви Ливаев. Крупнейшие отделения организации находятся в США и Израиле. Полвека назад Светлана Левитина оставила родной Таджикистан и уехала в Америку. Здесь она реализовалась как общественный деятель. Сегодня Светлана живет в Нью-Йорке, руководит ансамблем имени Ильяса Малаева Маком и Театром Возрождения, а еще общественной организацией «Мир женщин в эмиграции». За ее благотворительную деятельность в этом году Светлану номинировали на премию «Человек года», которую регулярно вручает руководство Всемирного конгресса бухарских евреев. У меня нет для профита организация женская «Мир женщин в эмиграции». Мы делаем концерты, помогаем бедным, помогаем больным, помогаем всем, кто нуждается в помощи. Будьте здоровы, мне было очень приятно. Бухарские и горские евреи России – большие друзья. Один из их совместных проектов – строительство общинного центра «Геула» в Москве. В этом общинном центре планируем проводить общие собрания, молитвы и учебные программы. Сейчас благодатное время для укрепления связи между разными общинами. 5783 год – это год собрания, время изучения главной книги евреев. Для нас это большая и очень большая задача – сплотиться, скоординировать свои действия и начать действовать во благо нашей благословенной общины, общины горских евреев. Тем более, что у нас очень много ресурсов, материальных ресурсов, и духовных ресурсов, и творческих ресурсов. Первый Всемирный конгресс бухарских евреев прошел 23 года назад. Журналист Рафаэль Некталов присутствовал на каждом из них. Его мечта – запустить совместные с горскими евреями просветительские и культурные проекты. Я хочу вас поздравить с нашим событием, потому что в будущем эти конгрессы должны проходить вместе с горскими евреями. Мы на одном языке говорим, мы вас очень любим, мы танцуем одинаково. И самое интересное, мы, как горские евреи, не знаем почему, по всему миру распространяем азербайджанскую музыку. Мы поставили Аршин Малалам, не вы в Америке. Мы поставили Аршин Малалам в Израиле, не вы в Израиле. Монаши Хаимов Монаши Хаимов основатель американской общественной организации СЭМИ. Команда Монаши помогает сефардским евреям и мизрахи соблюдать законы Торы. В основном организация работает при университетах. Ребенок идет, например, в Яшиву всю жизнь, потом идет в университет, а там нет ни кошерной еды, там нет никакой еврейской жизни. И мы эту жизнь им предоставляем. Или наоборот, парень никогда в жизни не ходил в Яшиву, приехал в Калыч и заинтересовался в юдаизме. И тогда он смотрит, а юдаизма там нет. И вот это мы, та организация, которая занимается и дает им не просто юдаизм, а именно сефардским наклоном. Всемирный конгресс бухарских евреев объединяет около 500 общин со всего мира. Ежегодный съезд – это возможность поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются общины в диаспоре, порадоваться успехом, обсудить перспективы. Фонд Стамеги Израиля, Высший совет по юдаизму, выходцев из Кавказа, запускает проект Нишама. Это служба оповещения о событиях, связанных с ритуальными мероприятиями. Ей может воспользоваться каждый член общины. Телефон для связи вы видите на ваших экранах. И последнее. На первом еврейском в субботу после шабата выйдет очередной выпуск новой итоговой еженедельной программы под названием «Община». Ее ведущие, братья Эйхвуса, расскажут о жизни еврейских общин и евреев России за рубежом, об их традициях, праздниках и национальной кухне. Выучить жюри легко и просто. Записывайтесь в кружки с учителями-носителями языка, организованные в московских общинных центрах. В Сокольниках. На Белой даче. В Реутове. В Измайлове. Каждому ученику гарантируется индивидуальный подход и современная методика обучения. В помощь студентам книги, аудио и видеоматериалы. Поторопитесь, чтобы не пропустить начало обучения. Ждем вас на наших уроках. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первые еврейские. Чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok